беседа с ведическим астрономом автор данной статьи мэйшвара даса ученик шривы прабхупады беседа это состоялось семь седьмом году между шривой прабхупады и шри огни огни хатрама раманаджу татачарьяра ученик шривы прабхупады шри патит удхаран ватчесл по индии вот по просьбе прабхупады в поисках ученых которые бы смогут более ясно висит описание вселенной соответственно данные в пятой песни шримад боговатам не общему после долгих скитаний он нашел встретил шри огни хатраму рамануджу и привел в бомбей там состоялся следующий разговор с ним с шривой прабхупады они называют очень большой бандит то есть большой ученый именно вот ведическом как сказать для нас космологии то есть антарича по ведическим сам шрила прабхупада считался не совсем компетентным в этом вопросе он говорил что трудно представить то что писал шокады лагас вами шримад боговатам вот его слова я не мог это переварить смеется кто-то помог мне я не профессионал в этом не знаю на самом деле я не вмещаю все это знание пожалуйста помоги мне кришне обращается он не позиционировал себя как авторитет в этом вопросе на самом деле это была область трансцендентной науки которая оказалась ему несколько незнакомым именно из приведенных это его утверждение прабхупада говорил ведическому странному я пытался перевести это насколько возможно но я не удовлетворен и все-таки вот несмотря на то что прабхупада послал одного своих учеников чтобы найти ведического астронома который мог бы нарисовать карту бхумандалы не удалось найти ни одного кто мог бы изобразить предмет по крайней мере не к удовлетворению шрилы прабхупады и вот это показывает хорошо следующая беседа с ведическим астрономом и так представляю вам беседу которую я перевел с сайта харикришна точка ком ссылки на саму статью под видео статья на английском языке беседа с ведическим астрономом автор моя шварадаса 18 января 2018 года ирландия в этой статье мы представим дополнительные доказательства нашего аргумента о том что четкая концепция пхумандалы не была установлена ко времени ухода шрилы прабхупады в ноябре 1977 года и что в отсутствие ясной концепции пхумандалы шрила прабхупада просто говорил о земле в общепринятом смысле как о глобусе парящим в пространстве они так как его на самом деле описывает шримад пхагаватам обширная круглая плоскость в предыдущей статье мы представили аргумент что земля шримад пхагаватам пхумандала описывается шукадёвой госвами не как шар в пространстве а скорее как великая круглая плоскость которую держит тананта шеша бумагу можно найти здесь в последующем документе мы попытались объяснить почему шрила прабхупада называл землю земным шаром в космосе тогда как шримад пхагаватам ясно представляет совсем другую концепцию бумагу можно найти здесь в этой статье мы рассмотрим беседу с ведическим астрономом 30 апреля 1977 года бомбей в надежде еще больше обосновать утверждение о том что шрила прабхупада говорил о земле как о шаре в пространстве просто в общепринятом смысле они как на самом деле описывает шримад пхагаватам по мере того как разворачивается разговор с ведическим астрономом становится очевидным что к этому моменту еще не было установлено четкой концепции или визуализации пхумандалы что уже говорить об обсуждении шримад пхагаватам понятие земли по отношению к современному представлению несоответствие между этими двумя мировоззрениями лишь позже была поднята как проблема в дискуссиях об хуман дали 2 5 июля 1977 года в риндован мы рассмотрим эти обсуждения в следующей статье через некоторое время после завершения перевода 5 песни в 1975 году шрила прабхупада разработал идею представить ведический космос в планетарии в маяпуре в индии во время беседы на утренней прогулке с доктором по телем 7 ноября 1975 года шрила прабхупада упоминает об идее организовать выставку изображающую планеты в соответствии с описанием шримад пхагаватам шрила прабхупада но идея была в том что я хотел показать в нашем большом храме пхагавата а вы не хотели отдельное здание шрила прабхупада нет мы хотели показать где находится планета вайкунтха где планета галока где этот материальный мир таким образом так что я думаю что в соответствии с нашим первоначальным планом у нас будет храм и в этом храме мы выставим всех этих кукол вот вайкунтха лока вот это лока это лока это лока утренняя прогулка 7 ноября 1975 года бомби опять же через несколько месяцев шрила прабхупада из пхагаватам так что об этом следует упомянуть это не только храм но и планетарий согласно пхагаватам где находится какая планета где вайкунтха лока где галока вриндавана где махар преданные ухты тамала кришна вам нужен настоящий планетарий как на западе джип атака это то что я им сказал шрила прабхупада шрила прабхупада джип атака это не храм это как бы большая культурная экспозиция музей планетарий шрила прабхупада до утренняя прогулка 9 февраля 1976 года мои пур очередной раз преданный 4 храмы и планетарий шрила прабхупада до преданный 4 самый большой в мире планетарий и храм понимания шрила прабхупада никакого понимания просто ведический храм ведического планетария вот и все мы покажем ведическую концепцию планетные системы в этом материальном мире и над материальным миром обрыв мы собираемся демонстрировать ведическую культуру всему миру и они придут сюда джип атака весь мир приедет сюда чтобы шрила прабхупада до джип атака по сети шрила прабхупада также как они приходят посмотреть на touch махал хридоинанда до шрила прабхупада архитектурная культура они придут посмотреть на культуру цивилизации философскую культуру религиозную культуру посредством практических демонстраций с куклами и другими вещами джип атака и мы будем рекламировать это по всему миру шрила прабхупада до хридоинанда это идеальный план шрила прабхупада до джип атака модель этого храма может быть в каждом храме по всему миру шрила прабхупада до джип атака тогда люди могут затем реклама иди сюда шрила прабхупада о да на самом деле это будет уникальная вещь в мире такого нет во всем мире что мы и сделаем и не просто показывать музей а приучать людей к этой идее хридоинанда проповедь шрила прабхупада верно с фактическими знаниями книгами они выдуманными конец утренняя прогулка 27 февраля 1976 года маяпур азарт и революционный дух тоже отчетливо различимы соцварупа шрила прабхупада планеты имеют форму шаров или больше похоже на тарелки потому что это трудно понять потому что они называются 2 по острова их округлость округлость тарелки или как у шара шрила прабхупада какой соцварупа земля шрила прабхупада если это похоже на дерево тогда эти вещи могут быть как дриппа остров тамала кришна вау вы знаете шрила прабхупада а тамала кришна ваше заявление разносит ученых в дребезги шрила прабхупада это разрушает всю их теорию орбы круглые сферы я думаю что в этом здании маяпуры мы должны построить в нем большой планетарий шрила прабхупада то что я собираюсь сделать ведический планетарий тамала кришна о мальчик вы собираетесь принести много многие ученые приедут сюда только для того чтобы оспорить это шрила прабхупада да пуста кришна замечательная достопримечательность шрила прабхупада люди мира придут чтобы увидеть как планетарные системы тамала кришна мы должны очень широко рекламировать это что это действительное фактическое объяснение вселенной шрила прабхупада это будет автоматически рекламироваться как только храм будет закончен люди придут как ни крути хари шиури им понадобится кто-то шрила прабхупада суть в том что в принципе мы будем идти только против них хамсадута наоборот шрила прабхупада принципиально чтобы они не говорили да мы говорим нет смех утренняя прогулка 18 марта 1976 года мы и пур мы подробнее обсудим приведенное выше обсуждения в следующей статье так как она содержит много интересных моментов несомненно важно что в ответ на вопрос сварупы госвами о форме земли круглый ли она как тарелка или круглый как шар шрила прабхупада отвечает говоря все это может быть как дриппа имея в виду что земля круглая как дриппа остров они круглый как шар ответ тамала кришна госвами показывает быстрое и четкое понимание значения ответа прабхупады для концепции земного шара ученых разносят в дребезги ваши заявления шрила прабхупада это разрушает всю их теорию орбы круглые сферы наша земля по факту или остров пхумандала под названием джамбудвипа она описывается не как планета плавающая в космосе а лишь как небольшая часть большой земли которая окружает нас со всех сторон несмотря на приведенное выше заявление шрилы прабхупады по-видимому серьезного обсуждения этого вопроса не было до обсуждения пхумандалы в июле 1977 года примечательно что во время этих обсуждений именно тамала кришна госвами снова представляет шриле несоответствие между двумя мировоззрениями шрила прабхупада тамала кришна посмотрите на землю теперь это реальный вопрос на который нам еще предстоит ответить они изображают землю круглой а мы говорим нет пхумандала похоже на лотос вот так а земля это только часть одного острова в пхумандале и она не понимаете не круглая это не похоже на это и все фотографии которые они делают на земле когда поднимаются на своих спутниках показывают круг и мы скажем им что это не шрила прабхупада так вы думаете об этом хакте прямо в шримад пхагаватам согласно шримад пхагаватам это неразборчиво шрила прабхупада узнайте с нашей стороны согласно пхагаватам обсуждение схемы пхумандалы 2 июля 1977 года в риндован эти обсуждения пхумандалы состоялись в начале июля 1977 года после того как карта пхумандалы вместе с деталью джимбудвипы была наконец составлена эти карты были некоторое время в процессе создания после первоначального заявления шрилы прабхупады об изображении ведического космоса в планетарии возникла необходимость создать какую-то карту или изображение чтобы показать как все это выглядело любой кто читал пятую песнь оценит как трудно понять как выглядит пхумандалы или что вообще означает ее описание похоже что шрила прабхупада не смог сам создать эти изображения или карты и попросил одного из своих учеников найти ведического астронома который мог бы помочь создать необходимые изображения тамала кришна гасвами описывает эту историю следующим образом некоторое время шри пати тут харан путешествовал по индии по просьбе шрилы прабхупады в поисках ученого который смог бы более ясно объяснить описание вселенной данная в пятой песне шримад бхагаватам шрила прабхупада сказал что он сам пытался сделать это как можно более ясным но все равно не был удовлетворен он хотел чтобы диаграмма работающей модели была включена в планетарии в маяпуре в мадрассе патит встретил шри одних от рама роману джута тачарьяра и привел его в бомбей утверждая что он самый квалифицированный дневник ткак последние дни прабхупады 1 мая 1977 года перед встречей тамала кришна с вами объяснил некоторым ученикам шрила прабхупада придет один очень большой пандит он поможет нам с санскритом как составить это тамала кришна планетарий шрила прабхупада планетарий тамала кришна мы связались с одним большим пандитом и он очень предан прабхупаде он хочет помочь прабхупаде и нашему движению понять значение шастер в отношении устройства вселенной чтобы можно было построить планетарные системы в нашем планетарии обратите внимание на язык здесь тамала кришна гас вами говорит перед шрилой прабхупады и он говорит с одним большим пандитом связались и он очень предан прабхупаде он хочет помочь прабхупаде и нашему движению понять значение шастер в относительно устройства вселенной так что планетарные системы могут быть сделаны в нашем планетарии тамала кришна гас вами не говорит здесь что бандит придет чтобы узнать от шрилы прабхупады об устройстве вселенной скорее он говорит что бандит хочет помочь прабхупаде и нашему движению понять значение шастер в отношении устройства вселенной конечно у бандита как и у всех остальных в мире было все что можно было узнать от Шрилы Прабхупады о преданности Кришне, но по этому конкретному аспекту ведической космологии Шриле Прабхупаде требовалась некоторая техническая информация, с которой он сам не был знаком. Иначе почему бы Шриле Прабхупаде молча соглашаться с таким утверждением Тамалы Кришна Гасвами? Естественно, потому что Тамала Кришна Гасвами просто информирует других преданных о том, что Шрила Прабхупада явно требовал от ведического астронома. Можно возразить, что Шрила Прабхупада сам перевел пятую песню и ознакомился с комментариями предыдущих ачарьев, так что, очевидно, он был осведомлен о том, что было описано, а также о понимании ученической преемственности. Мы подробно обсуждали этот вопрос в предыдущей статье. Из собственных утверждений Шрилы Прабхупады, смотри ниже, видно, что было трудно представить то, что описывал Шукадева Гасвами. У нас есть собственные слова Шрилы Прабхупады относительно его перевода пятой песни, Шрила Прабхупада, и я не мог это переварить. Смеется, кто-то помог мне. Я не профессионал. Я не знаю. Тамала Кришна, как вы это написали? Шрила Прабхупада, этот кто-то, Кришна, помог мне. Которые он создал. Когда я писал, я молил Кришну, на самом деле я не вмещаю все это знание. Пожалуйста, помоги мне. Да. Все в порядке. Беседа в комнате, 18 июня 1977 года, в Риндаван, у нас также есть высказывание Шрилы Прабхупады Парамахамса Дасу во время обсуждения космологии пятой песни. Следующий отрывок взят из великого трансцендентного приключения Курма Даса. Позже в своей комнате Шрила Прабхупада больше обсуждал с Парамахамсой ведическую космологию. Шрила Прабхупада сказал, что все различные орбиты планет независимы, так называемый закон гравитации как таковой не упоминается в ведической литературе. Прабхупада ответил на несколько вопросов. Еще несколько вопросов Парамахамсы о текущей работе над Шримад Пхагаватам, пятой песней, а затем замолчал. На самом деле, добавил он через несколько минут, я не даю больше никакой информации, просто то, что есть. Фрэнк. Я не астроном, поэтому могу не понимать всех деталей. Эти подробности даны в другой части вед. Шукадева Гасвами дает некоторые основные идеи вселенского действия. Акцент, заключил Прабхупада, делается на преданности, а не на географии. Великое трансцендентальное приключение, 10 дней в Перте, 1975 год. Автор Курма Дас, опять же, это важное заявление Шрилы Прабхупады относительно его знакомства с деталями космологии пятой песни. Я не астроном, поэтому я могу не понимать всех деталей. Между прочим, я написал следующий вопрос о Макхе Дасу, ученику Шрилы Прабхупады, который в это время присутствовал в комнате, Майошвара Дас, я просто надеялся, что вы добавите к этому больше деталей. Я занимался исследованием космологии пятой песни. Интересно, что Прабхупада сказал, что не знает всех подробностей, но некоторые преданные могут не принять это. Амокха Дас, Харибол, вот и все. Да, Амокха. Хотя Шрила Прабхупада был инициатором великого проекта по представлению ведической космологии в Майяпурском храме ведического планетария, как мы можем видеть из приведенных выше утверждений, он не позиционировал себя как авторитет в этом вопросе, на самом деле это была область трансцендентальной науки, которая, из приведенных выше утверждений, казалась ему несколько незнакомой. Шрила Прабхупада снова сказал ведическому астроному. Шрила Прабхупада, я пытался перевести это насколько возможно, но я не удовлетворен. Беседа с индийским астрономом 30 апреля 1977 года, Бомбей, почему Шрила Прабхупада не был удовлетворен. Похоже, что, хотя Шриле Прабхупаде удалось перевести пятую песнь, полное понимание того, как все это выглядело, оставалось несколько проблематичным как для Шрилы Прабхупады, так и для тех учеников, которых он привлек для изучения пятой песни. По словам Тамалы Кришны Гасвами, сказанным в июле 1977 года, всего за несколько месяцев до ухода Шрилы Прабхупады, пятая песнь была загадкой для всех, Тамала Кришна Гасвами. Итак, я думаю, что эти рисунки помогут Сварапи Дамодаре, когда придут люди. Потому что он сказал, что хоть они и ученые, они не могут понять этот том. Это было практически загадкой. Эти рисунки один за другим должны помочь в создании планетария. Шрила Прабхупада. Большое спасибо. Харе Кришна. Обсуждение схемы Пхумандалы, 2 июля 1977 года. В Риндаван, то, что Пхумандала была практически мертвой концепцией в Индии, подтверждается тем фактом, что, несмотря на то, что Шрила Прабхупада послал одного из своих учеников по Индии, чтобы найти ведического астронома, который мог бы нарисовать карту Пхумандалы, не удалось найти ни одного, кто мог бы изобразить предмет. По крайней мере, ник удовлетворения Шрилы Прабхупады. Как показывает следующая беседа с ведическим астрономом, Шрила Прабхупада, итак, мы представляем этот планетарий. Индийский астроном, Пхагавата, да. Шрила Прабхупада, из Пхагаватам. Индийский астроном, да, да. Шрила Прабхупада, в пятой песне есть описание планетной системы. Индийский астроном, да, да. Шрила Прабхупада, итак, нам нужна диаграмма. индийский астроном да да шрила прабхупада пожалуйста помогите нам шрила прабхупада харе кришна теперь узнаете что пятая песнь и так это планетная система висит индийский астроном до шрила прабхупада иртхвамулам адхах сакхам б.г. 15,1 то же самое объясняется в шримад бхагаватам теперь о том как он висит и где различные положения планет плато и холмов и что касается книги пожалуйста сделайте схему чтобы мы могли ее выполнить шрила прабхупада сразу же нам нужна диаграмма как это исправить чтобы люди могли видеть такова ситуация и так вы делаете эту схему индийский астроном это первая попытка представить идеи бхагаватам шрила прабхупада да и так мы мы у нас есть очень хороший план чтобы люди со всего мира приезжали чтобы увидеть ведическую идею планетарной системы это амбиции так что вы пожалуйста помогите нам давайте осознавать здесь то что требует шрила прабхупада он просит ведического астронома создать визуальное представление ведического космоса чтобы его можно было изобразить в трехмерной форме внутри главного купола храма ведического планетария далее сокращенно их vp такого изображения никогда раньше не создавалось по крайней мере в современном мире никто в индии или где-либо в современном мире не имел ни малейшего представления о том как выглядела вселенская форма как говорит астроном это первая попытка изобразить в картинках идею бхагаватам так что нет вины шрилы прабхупады в том что он не знал как выглядит пхумандала о стремлении шрилы прабхупады возродить эту идею ведической космологии и представить ее современному миру но нет ощущения что сам шрила прабхупада на самом деле знает как все это выглядит поскольку не шрила прабхупада не его ученики не могли создать образ в этот момент устройство пхумандалы очевидно было неясным иначе зачем шриле прабхупаде просить астронома немедленно нам нужна диаграмма как это исправить чтобы люди могли видеть вот такая ситуация шрила прабхупада даже ссылается на местонахождение различных холмов и так далее где находятся различные положения планет плато и холмов и что касается книги пожалуйста сделайте схему чтобы мы могли ее выполнить холмы о которых идет речь на самом деле являются великими горами пхумандалы такими как меру моносатара и лаколока высотой и шириной в сотни тысяч миль шрила прабхупада явно не понимал где находятся эти фантастические особенности пхумандалы и иногда просто описывал их как особенности других планет если мы посмотрим например на один из первых переводов и комментариев к пятой песне шрила прабхупада утверждает что еще один важный момент заключается в том что есть планета покрытая в основном большими горами одной из которых является холм гандхамадана комментарии к шабе 5 целых одна десятая восьмое однако холм гандхамадана находится не на другой планете он находится в другой части этой земли описываемая здесь земля это не так называемый земной шар а скорее первый остров на обширной круговой плоскости пхумандала гора гандхамадана расположена на восточной стороне и лаврта варшина материковой части джимбудвипы точно также к западу и востоку от и лаврта варшина находятся две большие горы называемые мальяван и гандхамадана соответственно на юг они указывают границы и лаврта варши а также варш известных как кетумала и бхадашва шабе 5,16 10 на изображении ниже показано расположение горы гандхамадана на восточной стороне и лаврта варши хара товарши находится южнее точно также великая гора гималайи описанная в шримад бхагаватам на самом деле находится дальше на север по земному плану от одноименной горы в индии хотя индию традиционно отождествляют с хара товаршей хара товарши на самом деле является гораздо большим регионом в самом деле вся известная нам территория земли это всего лишь небольшая часть бхара товарши великие гималайи образуют северную границу бхара товарши имеют ширину 480 000 миль что дает нам некоторое представление об общих размерах региона бхара товарши мне легко говорить это сейчас потому что благодаря усилиям учеников шрилы прабхупада у нас есть по крайней мере несколько карт и изображений пхумандалы которые помогают прояснить ситуацию к сожалению у нас все еще нет ничего похожего на сложные изображения и анимацию которые должны быть к этому моменту очень жаль что несмотря на то что в здании их в.п. вложены неисчислимые миллионы у нас до сих пор нет ни одного изображения или видео анимации которые точно отображали бы полный ландшафт пхумандалы нынешняя анимация их в.п. ведического космоса изображает великие острова океаны и горы пхумандалы просто как кольцообразные круги в космической пустоте и полностью искажает первоначальную идею сумма денег которая потребуется для создания одного приличного анимированного изображения пхумандалы сравнима с песчинкой в сахаре денег которые потребуются для создания самого здания я больше чем кто-либо другой полностью ценю служение всех преданных участвовавших в превращении их в пф самое удивительное здание в мире но давайте также постараемся правильно расставить приоритеты в настоящее время все планы по строительству прекрасного храма планетарии идут полным ходом вовлекая в самоотверженную работу тысячи преданных и многих других работников вовлеченных в проект но сколько людей вовлечено в исследование которое будет необходимо для установления но давайте также постараемся правильно расставить приоритеты в настоящее время все планы по строительству прекрасного храма планетарии идут полным ходом вовлекая в самоотверженную работу тысячи преданных и многих других работников вовлеченных в проект но сколько людей вовлечено в исследование которое будет необходимо для установления но давайте также постараемся правильно расставить приоритеты в настоящее время все планы по строительству прекрасного храма планетарии идут полным ходом вовлекая в самоотверженную работу тысячи преданных и многих других работников вовлеченных в проект но сколько людей вовлечено в исследование которое будет необходимо для установления версии шримад пхагаватам о космической реальности понимают ли сотрудники эхвпп пхумандалу пока что кажется нет никаких указаний от представителей эхвпп что они приняли описание шукадёвы госвами о том что наша земля в бхарата варше является частью круговой плоскости пхумандалы они круглой планетой парящий в космосе это объясняет почему у нас нет подходящих изображений или анимации для изображения пхумандалы потому что до сих пор никто не понял что это умопомрачительное описание великой земли является реальным описанием реальности я не хочу всегда негативно отзываться об этом великом проекте который включает в себя преданное служение и вклад столь многих преданных я просто прошу чтобы вселенная была представлена так как она описана и чтобы мы вошли в новую земную парадигму в которую она нас ведет что уже говорить о наличии трехмерной модели или анимации пхумандалы шрила прабхупада даже не видел простой карты пхумандалы до конца июня 1977 года поэтому концептуализация того что описывалось как обширный земной план представляла собой очевидную трудность во всех своих переводах и комментариях к шримад пхагаватам шрила прабхупада неизменно переводил области пхумандалы как другие планеты тогда как на самом деле они являются лишь частью одной обширной области земли которая разделена на семь двип островов и варш области внутри двипы представление шрилы прабхупады о земных планетах на самом деле относятся к сапта двипе 7 островов пхумандалы простирающиеся более чем на 200 миллионов мили образующие обитаемую территорию земли это не планеты как мы их понимаем а просто другие области массивной плоскости земли хотя шрила прабхупада говорил о земных планетных системах низших планетных системах и адских планетных системах и несмотря на то что они вызывали в воображении образы шарообразных планет плавающих в темном пространстве на самом деле это просто области которые либо на поверхности земли или в ее огромных глубинах поэтому неудивительно что шрила прабхупада также говорил о бхарата варше где находится наша земля на общепринятом языке планета эта планета земля известна как бхарата или бхарата варша шб 1 декабря 20 года комментарий для того чтобы сделать шримад бхагаватам несколько понятно современному читателю шрила прабхупада в своем комментарии объясняет что бхарата варша относится к известной нам земле шрила прабхупада называет известную нам землю этой земной планеты по той простой причине что даже шрила прабхупада в этот момент не имел ясного представления о связи бхарата варши с остальной частью пху мандалы и следовательно не ставил под сомнение современное представление о земле как о планете парящей в космосе однако при ближайшем рассмотрении описание шукадёвой госвами расположение бхарата варши на южной стороне джамбудвипы центрального острова большого земного круга не имеет никакого отношения к современной идее о том что мы находимся на земной планете парящей в космосе шрила прабхупада в какой-то степени узнал об этом во время дискуссии об ху мандаля но проблема так и не была решена шрила прабхупада вошел в самадхи в ноябре 1977 года и вопрос о земле остался без ответа суть проповеди шрилы прабхупады о космологии заключалась в том чтобы вселить веру в то что во всей вселенной существуют другие разумные формы жизни и цивилизации несмотря на это выдающееся проповедническое достижение детали расположения этих цивилизаций других миров в ведическом космосе не были полностью известны шриле прабхупаде у которого не было даже карты ведического космоса с которой можно было бы работать шрила прабхупада просто использовал стандартное слово планеты для описания мест как на так и внутри ядра самой великой земли в отсутствие ясной концепции пхумандалы шрила прабхупада тем не менее внушал своим слушателям что во всей вселенной существуют другие обитаемые сферы включая другие миры подобные земли как бы умопомрачительно не было это понятие еще более ошеломляюще узнать что эти другие земные миры на самом деле являются лишь частью большего земного плана окружающего наш известный мир во всех направлениях другими словами несмотря на то что правительство образование и средства массовой информации представили людям мира форму и размер земли и несмотря на наличие так называемых изображений земного шара из космоса шримад пхагаватам дает точное описание формы и размера земли описание которое бросает вызов нашим глубоко укоренившимся представлением а так называемой планете земля и которая в конечном итоге заставит мировое сообщество преданных подвергнуть сомнению все что обусловили светские силы нас принять как истинное и фактическое в отношении природы земли это конечно имеет далеко идущие последствия не только для понимания демонической природы и цели тех же светских сил но и для того чтобы остановить эти силы бесстрашно проповедуя послание шримад пхагаватам в предыдущих статьях мы подчеркивали что целях в и не просто показать модель пхумандалы но что более важно проповедовать концепцию реальности которая соответствует изображенной идеи как говорит шрила прабхупада в приведенной ниже беседе не только просто показывать музей но и обучать людей эта идея шрила прабхупада мы покажем ведическую концепцию планетной системой в этом материальном мире и над материальным миром перерыв мы собираемся демонстрировать ведическую культуру по всему миру и они приедут сюда джип атака модель этого храма может быть в каждом храме по всему миру шрила прабхупада да джип атака тогда люди могут затем реклама иди сюда шрила прабхупада о да на самом деле это будет уникальная вещь в мире такого нет во всем мире что мы и сделаем и не просто показывать музей а приучать людей к этой идее утренняя прогулка 27 февраля 1976 года мы и пур шрила прабхупада подчеркивает здесь что целях в п не только просто показать музей но и обучать людей эта идея шрила прабхупада говорит об идее вселенной так как ее описывает шукадева госвами поскольку шукадева госвами описывает бхара товаршу как планету пхумандалы то идея о том что мы живем на земном шаре парящим в пространстве явно ложно следовательно необходимо указать и аргументировать причину и природу лжи тем самым приучая людей к этой идее это означает принятие официальной версии земли распространяемой правительствами и наукой по всему миру это потребует больших усилий со стороны многих преданных чтобы не только разоблачить псевдо науку и пропаганду поддерживающие эту ложную конструкцию реальности но и проявить духовную науку доказывающую истинность шримад бхагаватам версия концепция пхумандалы непричудливая а безнадежно нелепая идея древней индии это оружие войны против иллюзий созданных наукой мы обеспокоены тем что проповедь их в п когда она в конце концов откроется будет результатом политического решения того что боится раскачивать лодку в отношении нынешнего убеждения что земля это шар в космосе они результатом теологическое решение тот который строго соответствует описанию земли в шримад бхагаватам следующем разделе беседы с астрономом шрила прабхупада подчеркивает что изображение подготовлены в соответствии с описанием шримад бхагаватам они то что это должно быть приемлемо для всех имеется в виду западные астрономы и ученые индийский астроном насколько это возможно как движется наш господь я готов служить шрила прабхупада и так вы садитесь берете бумагу и делаете ее и чтобы он мог понять вы это уже изучили индийский астроном несколько раз шрила прабхупада так что вы можете сделать это немедленно вы делаете можешь сразу сделать грубый набросок индийский астроном 1 неразборчиво потому что после того как он приехал туда я сказал ему что мы должны подготовить схему приемлемую для всех приемлемую для всех шрила прабхупада нет приемлемо я имею в виду западные астрономы они индийский астроном нет мы если вы предпочитаете бхагаватам и если вы даете только бхагаватам шрила прабхупада да индийский астроном независимо от того принимает запад или нет это не имеет смысла шрила прабхупада индийский астроном независимо от того принимают это западные ученые или современные ученые или нет это не имеет смысла шрила прабхупада нет мы хотим делать это согласно бхагаватам индийский астроном вот что я имею в виду в более поздней статье мы представим довольно много утверждений в которых шрила прабхупада повторяет подчеркивает и настаивает на тех же двух моментах первое чтобы его ученики исследовали и представляли точное описание вселенной как она описана в шримад пхагаватам второе чтобы его последователи не беспокоились о неизбежных негативных реакций к современной так называемой науки на концепцию шримад пхагаватам указанием шрилы прабхупады было просто изобразить ведическую вселенную в соответствии с описанием в шастрах это опять-таки чрезвычайно важно потому что конечно в шастрах нет описания земного шара пхарата варша иначе описывается как находящиеся на поверхности обширного земного плана шрила прабхупада в чем трудность шастра есть вы должны рисовать в соответствии с шастрой вот и все индийский астроном видишь ли все по отдельности автор подготовка схемы осуществляется отдельным автором шрила прабхупада зачем отделять ау если вы ясно понимаете вы можете это сделать индийский астроном нет нет не так как ваше святейшество мы сможем мы все пойдем глубоко проникнем в идеи священных писаний и узнаем факты шрила прабхупада по крайней мере вы делаете попытку покажи нам разговор с астрономом закончился разочарованием из-за того что астроном сначала не смог принести с собой изображение пхумандалы и не был уверен что сможет создать такое изображение в будущем шрила прабхупада объяснил тамале кришне госвами что проблема с поиском ведического астронома который мог бы создать изображение заключалась в том что никто не воспринял описание шримад бхагаватам буквально все считают описание вымышленным шрила прабхупада у него нет ясного представления тамала кришна и что делать как получить шрила прабхупада кришна поможет тамала кришна шрила прабхупада кришна поможет он понятия не имеет тамала кришна он говорит мы никогда не думали читать бхагаватам так как вы сейчас говорите мы еще не читали бхагаватам в таком виде поэтому мне придется начать читать снова как я имею в виду что я мне только интересно какой разговор должен был быть с ним патита удхарана чтобы он почувствовал что этот человек был квалифицирован шрила прабхупада и так как он сделает диаграмму он понятия не имеет тамала кришна нет не знает он никогда не думал об этом никто не читает бхагаватам как научную книгу шрила прабхупада в этом то и дело за исключением вашей божественной милости они думают что эта история эта история шрила прабхупада да они не верят тамала кришна нет и поэтому никто не воспринимает это всерьез современные люди не воспринимают это всерьез шрила прабхупада был гасай он читал читание чаритамриту и так описание планетарной системы есть он обычно говорил своим слушателям на самом деле этих вещей нет это воображаемое описание он был таким дураком и так весь мир воспринял это как символическое воображение тамала кришна и он читал лекции почитание чаритамрити я думаю вы упомянули что один из ваших духовных братьев однажды сказал вам вы действительно верите что есть такое место кришна лока вы кунт халока он был самим собой шрила прабхупада бон махарадж не верил нет никто никогда не думал об этом тамала кришна вы единственный представитель единственный представитель религии оставшийся на этой планете шрила прабхупада беседа с астрономом 30 апреля 1977 года бомбей это важный момент для понимания каким бы фантастическим это не казалось описание земли в шримад бхагаватан должно быть принято последователями кришна как реальная а не как метафорическое или мифологическое как некоторым хотелось бы представить даже преданные становятся жертвами такого мышления и предпочитают верить в концепцию земного шара несмотря на то что шримад бхагаватан представляет совершенно иное описание реальности случай создания карт для пхумандалы описан в лиламрите следующим образом одной из тем которыми занимался шрила прабхупада в эти дни была концепция модели вселенной для ведического планетария его ученикам бариша правнук генри форда пообещал пожертвовать на строительство великолепного музея планетария в крупном городе таком как детройт или вашингтон округ колумбия шрила прабхупада хотел представить структуру вселенной так как она представлена в пятом канту но до сих пор никто не смог показать как это можно сделать преданные которые пытались примирить описание шримад бхагаватан с представлениями современной астрономии часто оказывались сбиты с толку в бомбе и к прабхупаде привели так называемого ведического астронома но он не смог составить даже простую диаграмму современные ученые не верят тому что в бхагаватан земля описывается как джим буддвипа остров посреди концентрических океанов и островов ученые также не находят горы такой высоты как те что описаны в ведической литературе однако шрила прабхупада предостерегал преданных не руководствоваться своими собственными западными предрассудками а пытаться понять вселенную так как она описана в бхагаватан а это было крайне сложно шрила прабхупада признался когда я писал это я думал что это будет невозможно для меня если мне не поможет кто-то другой как ты это написал спросил тамала кришна и шрила прабхупада ответил кришна помог мне я не знаю он рассмеялся кто-то кришна помог преданные неизбежно спросили но как мы объясним это ученым нам не нужно удовлетворять ученых ответил шрила прабхупада мы должны описывать в соответствии с шастрами если они смогут это понять тогда они это поймут в противном случае не наше дело удовлетворять так называемых ученых мы имеем дело с настоящим описанием тамала кришна предположил что планетарий станет крахом западной цивилизации для сказал прабхупада я хочу разоблачить что они обманывают их единственный интерес зарабатывать деньги и для этого они обманывают если вы сможете построить этот планетарий это будет грандиозный успех триумф шрила прабхупада лиламрита том 6 объединение двух миров возвращение в аврин даван 1975 1977 спл 52 я выполнил свою часть после разочарования в астрономии из южной индии шрила прабхупада снова предложил своим ученикам разместить в газетах объявления о помощи ведических астрономов шрила прабхупада так что же делать он потратил столько денег он неправильный человек тамала кришна нет почему бы нам не попытаться найти кого-нибудь здесь в бомбее шрила прабхупада очень сложно можешь попробовать тамала кришна я имею в виду что он может найти его здесь также хорошо как и в любом другом месте и это ничего не будет стоить шрила прабхупада астроном знающий планетарную систему вы можете рекламировать эксперт астроном знающий планетные системы как они описаны тамала кришна в шримад бхагаватам шрила прабхупада тамала кришна да мы можем рекламировать вместо того чтобы кто-то ездил по всей индии беседа с индийским астрономом 30 апреля 1977 года бомбей шрила прабхупада сказал что кришна поможет шрила прабхупада кришна поможет тамала кришна шрила прабхупада кришна поможет он понятия не имеет беседа с индийским астрономом 30 апреля 1977 года бомбей из приведенного выше разговора и других процитированных утверждений становится очевидным что шриле прабхупаде было трудно осмыслить описание вселенной в пятой песне и поэтому он просил помощи в подготовке карт изображающих ведическую вселенную отсюда и наш аргумент что в отсутствие ясное представление об хумандале шрила прабхупада имел практическое значение говоря о земле в общепринятом смысле как о шаре в пространстве какой другой язык или концепцию он мог бы использовать несмотря на использование этого языка мы тем не менее можем видеть из многих многих утверждений что шрила прабхупада настаивал на том чтобы представить пхумандалу и остальную вселенную в соответствии с описанием в пхагаватам в любом случае общим принципом шрилы прабхупады было представить шримад пхагаватам как он есть мы учим пхагават-гити и шримад пхагаватам так как об этом говорят авторитеты мы ничего не добавляем и ничего не убавляем шб 1,2 деле 12 ноября 1973 года поэтому шрила прабхупада попросил своих учеников тщательно изучить детали пятой песни и представить рабочую модель вселенной письмо шрилы прабхупады сварупи дамодари дасу 27 апреля 1976 года расшифровка 5 песни была в основном областью изучения которую шрила прабхупада передал своим ученикам затем шрила прабхупада выразил свое беспокойство мы должны точно следовать описанию пхагаватам поскольку мы собираемся потратить многие кроры рупии найдутся те кто попытается придраться к нашей презентации жена цезарь и должна быть вне подозрений я уже объяснил все что мог в своих книгах теперь мой мозг больше не может нормально работать вы молодые люди можете напрячь свои мозги чтобы понять санскритские и английские описания и представить их дневник как последние дни прабхупады 30 мая 1977 года если шрила прабхупада был уверен в своем понимании пятой песни то почему он сказал вы молодые люди можете напрячь свои мозги чтобы понять санскритские и английские описания и представить их шрила прабхупада представляет себя здесь образцовым авторитетом отказываясь размышлять на тему ведической космологии и вместо этого просит своих младших учеников более глубоко изучить шастры чтобы удостовериться в истинности вопроса летом 1977 года возможно понимая что у него мало времени шрила прабхупада собрал тамалу кришну гасвами я шаданандану даса бхакти прямо даса и пушкару даса художника чтобы исследовать пятую песни составить карту бху мандала а также для верхней части мироздания при подготовке к проявлению вселенской формы в рамках хвп тамала кришна гасвами написал в одном письме хамсадутё дасу может быть интересно узнать что здесь один санниси бхакти прям с вами который также является экспертом по санскриту и еще до нандан с вами и я работаем под руководством шрилы прабхупады над созданием модели планетария тамал кришна гасвами хамсадутё в риндован 25 июня 1977 года тамала кришна гасвами упоминает имена и качество некоторых из этих преданных в письме крамишваре люди присутствовавшие на этой встрече со шрилой прабхупады не были обычными преданными в хакте прям махарадж достаточно хорошо знает санскрит настолько что шрила прабхупада уверен что нам не нужно искать санскритского пандита для объяснения того как работает планетарий должен быть устроен в соответствии с пхагаватам теперь когда мы его нашли доктор сварупа дамодар ученый и шрила прабхупада с большим уважением относятся к его мнению я просто негодяй по крайней мере мнение первых трех человек ценны письмо рамешваре 22 июля 1977 года хари шаури описывает этот период следующим образом летом 1977 года у прабхупады было много встреч с ним и тамалой кришной махараджам чтобы обсудить как сделать этот ведический планетарий было приложено много усилий чтобы попытаться получить хорошую концепцию того как это представить но они не смогли найти никого кто был бы в состоянии это сделать по крайней мере не к удовлетворению прабхупады так что это был один из тех кто что оставил нам прабхупада интервью с хари шауридасом из документального фильма донавира госвами ведический космос к их чести ученики шрилы прабхупады смогли самостоятельно подготовить карту пху мандалы которая в конце концов была представлена шриле прабхупаде в июне и начале июля 1977 года даже начали формироваться ведические и современные представления о земле мы рассмотрим эти обсуждения в следующих статьях оригинальные карты представленные шрилой прабхупады с тех пор исчезли но выглядели бы примерно так даже с такой картой как приведенная выше кому-либо было бы трудно понять что эти названия измерения и символы на самом деле показывают что наша земля это не шар в космосе а всего лишь небольшая часть гораздо большей земли область которая охватывает центр вселенной по одной только карте было бы трудно понять как она преобразуется в реальный ландшафт как на изображении ниже мы надеемся что со ссылкой на выше изложенную историю мы установили что даже в приведенной выше беседе с ведическим астрономом в апреле 1977 года у шрилы прабхупада и его учеников не было даже карты не говоря уже о каком-то другом изображении точно передающим представление о земном ландшафте и нашем собственном месте на нем таким образом не удивительно что на протяжении всей своей проповеди шрила прабхупада просто говорил о земле в общепринятом смысле как о шаре в пространстве а к другим частям пхумандалы как к земным планетам или земной планетной системе при отсутствии ясного представления о пхумандале какой другой язык мог он использовать незнание шрилы прабхупады природы и расположение пхумандалы было связано с тем что все знания об хумандале были скрыты и практически забыты до того как он трансцендентно вдохновил возродить ее в современном мире в свете этой мощной проповеднической деятельности едва ли можно считать ошибкой шрилы прабхупады то что он говорил о земле в общепринятом смысле как о планете парящей в космосе несмотря на то что шрила прабхупада не был знаком со всеми подробностями пхумандалы истинная природа формы и размеры земли в конечном итоге станет известно только благодаря собственному стимулирующему вдохновению шрилы прабхупады возродить ведическую космологию в современном мире